Дорогие владыка Нифон, дорогой владыка Феодосий, батюшки, дорогой отец Максим, все собратья и прихожане. Сегодня престольный праздник, торжество, которое собирает нас каждый год здесь и каждый год так немножко подталкивает задуматься о смыслах жизни, посмотреть на свою жизнь, почитать жизнь, жития тех людей, которых сегодня мы вспоминаем, сравнить их жизнь, их жития, их мысли, их стремления и подвиги и свою жизнь, свое житие, свои подвиги. Чаще всего такие, знаете, в кавычках подвиги, о которых мы с окрушенным сердцем священнику на исповеди рассказываем, поведаем. И где они, и где мы? Нам хочется быть там, где они сегодня находятся. Но мы понимаем, что туда ведет тот путь, которым прошли они. Вчера вечером за вечерней службой было очень интересное такое событие. В самый торжественный момент церковь, служители, священнослужители поют песнопения, обращаясь к тем святым, которых мы прославляем. Такими словами, величаем вас, святые новомученицы и исповедницы Церкви Русские. И в это время владыка Нифон совершал кождение. И полагается, когда поют величания Господу, то совершать кождение иконы Господа. Если Матери Божией, то совершать кождение иконы Божией Матери. Если святым, то совершать кождение их иконы. Вадыка Нифон, совершив кождение перед иконой новомучеников, вот это пение продолжается еще. Величаем вас, святые новомученицы и исповедницы Церкви Русские. А вадыка совершает кождение духовенства, людей, которые в храме стоят. Величаем вас, святые новомученицы и исповедницы Церкви Русские. А предстоятель, он обращается к вам, совершает кождение вас, как бы давая аванс. Святые новомученики и исповедники Церкви Русские, это те, кто сегодня в Церкви находится, те, кто сегодня в Церкви исповедует нашего Господа. Мы помним, что мученик в русском языке как-то это ассоциируется, в первую очередь, с мучением, состраданием. Но мученик Древней Церкви – это свидетель, свидетель о Христе, свидетель о воплотившемся Боге. А что можно свидетельствовать о Боге? О Боге можно свидетельствовать, что Он есть любовь, воплотившаяся любовь. И тот, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Тот, кто пребывает в Церкви, тот пребывает в любви и в Боге. Тот, кто, даже находясь в Церкви, теряет любовь к Богу и к людям, он выпадает из нее, он теряется, он отсекает себя от этого главного источника жизни. И в сей день святых новомучеников и исповедников российских, обращаясь к Церкви, к тем, кто сегодня собрался в храме, и тем, кто находится далеко, хочется обратить лишь одно слово – призвать, попросить. Так, как просил Христос своих учеников, так, как Иоанн Богослов просил своих слушателей о том, что любите друг друга. Пребывайте в любви Божией. И тогда эта любовь, она каждого направит. Кого-то научит терпеть, так, как научил Святую Блаженную Ксению Петербургскую. Кого-то научит любить и быть готовым к каким-то внешним страданиям, как это совершили святые новомученики и исповедники. Но самое главное, чтобы это страдание и это исповедничество, чтобы оно было в любви. Не в превозношении, не в самоутверждении, не в самолюбовании своими мнимыми добродетелями и подвигами, но в любви. И в этот день хочется пожелать научению этой любви. Святой святитель Лука Война-Исенецкий соединил в своем житии эти два подвига – страдания и любви. И он свидетельствовал, что я полюбил страдания, потому что именно в страдании ему открывалась подлинная любовь, которую Бог обращает к людям, и которую человек может в ответ обратить к другому человеку и к самому Богу. Хочется в этот день пожелать всем нам быть верными, чадами Церкви Христовой и пребывать в любви во все дни нашей жизни. Молитвами святых новомучеников и исповедников русской церкви. И, конечно, хочется сугубо поблагодарить Бога и поприветствовать Владыку Нифона, Владыку Феодосия и спутников Владыки Нифона – это архимандрита Серафима и протерея Даниила. Хотелось и в этот день приветствовать и Владыку Антония, представителя… Владыку Антония Моравического, представителя сербского патриарха, при патриархе Московского, но Владыка болеет, в такой болезни непростой находится, и просим по возможности его святое имя вписать ваши умы, сердца в записочки, которые вы пишете, чтобы Господь даровал крепость Владыке Антонию, и он скорее восстал от одра уже продолжительной болезни, и мы были вместе у престола Божия. Знаем, что непросто сегодня вам, церквам, вашим прихожанам, чадам ваших предстоятелей сохранять вот ту любовь и верность, то единство, которое вы сохраняете, единство по отношению к Русской Православной Церкви, к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Но вы это совершаете, вы несете этот подвиг любви. Нельзя из страха идти и чем-то рисковать, вы рискуете. Нельзя по каким-то страстям рисковать. Бог вам дал большое сердце, и вы по большой любви находитесь в Москве, приезжаете в Екатеринбург, и я бы хочу пожелать, чтобы и большой любовью исполнились наши народы, и остановились смуты, нестроения, и все мы были едины в любви Христовой. Спасибо вас всех, милостивый Господь наш Иисус Христос. Владыка Феодосий, дорогой, приветствуем вас. Вы из всех приехавших гостей, самый близкий по расстоянию. Хочется поблагодарить. Бывает, знаете, люди приезжают раз в год в гости, им так мы радуемся, там как-то их встречаем. А вот человек родной, ты в одном доме с тобой живет. А вот сохранять по отношению к нему радушие, постоянство, какое-то добросердечие, бывает тяжело, бывает трудно, привыкаем. Владыка, вы не привыкаете и всегда пребываете в этом радостном свидетельстве и единстве и любви. Спасибо вас, милостивый Господь. Спасибо. 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 Спасибо.